Добрый вечер всем! Сегодня у нас 29 июля 2023 года. В моих часах без 10 и 11. У нас уже вечер-вечер, поздний вечер, субботний. Вот, у меня уже Женюк тоже торопит, говорит, давай быстрее заканчивай свои видео и пойдем смотреть наш фильм. У нас какой-то новый фильм нашли с ним, не знаю, какой даже. Какой-то посмотрим, короче говоря, видимо, боевик, потому что он говорит, мне надоело смотреть твои фильмы, сейчас будем смотреть мои, которые я выбираю. Ну, говорю, хорошо, будем смотреть те фильмы, которые выбираешь ты. Ну, вот, день прошел у нас, знаете, так, в спокойненькой такой обстановочке. Опять же, сегодня, да, суббота. Как я уже вам рассказывала, у нас ни жарко, ни холодно такая, средняя температура стоит. В принципе, оно неплохо. Вот, я все, знаете, жалуюсь вроде как на жару, на холод. Но, с другой стороны, сегодня посмотрела очень даже комфортно. Оно так чуть-чуть пасмурно, но в то же время, знаете, не жарко, нормально. Вот, ну, и погулять сходили, так все поездили, посмотрели, что тут у нас новенького. Ну, ничего не изменилось, все так, какие-то праздники, знаете, такие сельские устраивают, посмотрели, тут танцы, песни, значит. Мы туда не пошли, потому что, ну, праздник каких-то тракторов там старых, старинных, знаете, делают такие, ну, делают выставки, так скажем. Мы так проехали, посмотрели, народу много собак тоже много. У меня Райко теперь боится собак, ну, не очень к ним относится. Как говорится, хорошо, как однажды его покусали, я уже вам рассказывала. И он сейчас как-то так к ним осторожно относится, к собакам. Вот. Поэтому с ним ходить куда-то тоже, это целая проблема становится. Ну, в общем, в любом случае, посмотрели, погуляли, все нормально, все на своих местах. Да, знаете, сегодня ходили, гуляли, ну, по полям, нашла я дикую яблоню, хотела сказать, дикую грушу нашла. Еще вчера, кстати, ее увидела, а такие небольшие, знаете, груши, вот такие вот маленькие, твердые, я подошла к ней, значит, набрала этих твердых груш, попробовала. Вы знаете, они твердые-твердые, но сладкие-сладкие, маленькие вот такие, еще, видимо, не поспели, не созрели совсем. Я говорю, ну, такие вкусненькие, в общем, короче, набрала и иду, грызу их. Ну, у меня Райка увидел, тоже давай просить грушу. Ведь, знаете, груши не ест, яблоки иногда ест, но груши вот не видела, чтобы, да еще твердые. Нет, увидел, что я ем, тоже давай их грызть. Короче говоря, сгрыз у меня полгруши, то есть я ему так понемножку кусочками давала, он тоже попробовал, такой вот собачонок интересный. Все, что мы едим, ему кажется, это вкусным, даже если не нужно совсем ему. Шанлюк тоже говорит, не выплевывай, потому что он знает его, он может взять, а потом выплюнуть, потом снова попросить. Но нет, съел, смотрю, эту грушу половинку. Ну, вот так вот, значит, вот такие у нас тут такие новости, так скажем, из нашей сельской жизни. Вот, ну что, у нас сегодня тоже стол мидий был, как обычно. Ну, мы мидии едим по субботам у нас сегодня, опять нам принесли. Вкусные такие, красивые, хорошие, в общем, с удовольствием, ну, полакомились, так скажем, мидиями в обед. Вот, завтра воскресенье. Не знаем, чем еще будем заниматься. Как я уже сказала, на следующей неделе, у меня опять тут нужно будет организовывать встречу гостей. Вот, ну, гости к нам должны прийти. Не знаем еще пока точно кто, вроде бы и друзей он хотел позвать, но вроде тут как-то и сын у него что-то наведывается к нам, хочет наведаться в гости с внуком. Ну, посмотрим, короче говоря. Небольшой такой, конечно, стол организую, это как бы нет проблемы. Вот, ну, что еще хотела вам сказать. Села сегодня тоже рисовать опять свою новую картину по заказу, так скажем, Жан-Люка. Одна-то вот у меня это стоит, которую я вам вчера показывала. Сегодня новую начала тоже. Знаете, у меня какой-то, ну, я прямо не знаю, у меня это какая-то страсть к этим картинам. Он говорит, у тебя какое-то, говорит, такое увлечение, это тебя прямо оно затягивает. Вы знаете, я не могу от них оторваться. Вот я рисую, рисую, мне так это все нравится. Я прямо так этим увлекаюсь, я прямо туда так погружаюсь. Ну, как я уже сказала, еще и слушаю что-то параллельно. Что-то меня как-то вот это все так очень увлекает прямо. Ну, знаете, ну, даже не знаю, мало таких у меня увлечений, которые так бы меня полностью, в общем-то, захватывали. Ну, не знаю, насколько они длинные будут или не длинные, эти увлечения. Потому что, как я уже говорила, женщины, они постоянно. Мне то одно нравится, то другое. Но тоже, знаете, заинтересовалась. У меня все больше и больше становится этих картин. Вот, надо же снова как-то остановиться или что-то с ними делать. Ну, короче говоря, ну, некоторые у меня будут раздаряться картины. Некоторые тут по заказу у меня, Жанюк тоже раздарит их там, не знаю, кому, сыновьям хочет, там, еще племяннику, еще кому-то, в общем, не знаю, кому-то будет то ли продавать, то ли раздаривать, не знаю. Вот. А я-то что заинтересовалась? Думаю, а что люди делают с этими картинами? Стала смотреть, разглядывать везде. Оказывается, есть сообщество таких людей, которые, знаете, вот этим занимаются. То есть, они обмениваются, ну, как сказать, своим опытом, что они делают и прочее. То есть, целое сообщество. Вот. И даже есть такие, оказывается, я это даже не знала, можно их еще и продавать. Это разрешено, это можно. Ну, естественно, надо указывать, что это картина, раскрашенная картина по номерам, а не, допустим, не обманывать людей, что это и вот моя картина. Она же, естественно, репродукция чего-то, вот, какой-то картины. То есть, оказывается, это все разрешено. Вот. Ну, вот, хочу, кстати, сказать, об этом узнать. Мы что-то поговорили с Жанлюком. Я говорю, давай-ка адреснемся в мэрию, адреснемся в организации наши вот эти, ну, вот эти местные. Ну, поспрашивая, может, можно какую-то, ну, кто люди, может, этим занимается здесь, тоже пообменяться опытом, так скажем, пообщаться, может, какую-то выставку сделать. Ну, в общем, короче говоря, таких вот раскрашенных картин. Ну, почему бы нет? В любом случае, знаете, каждая такая картина, где-то кто-то писал, что это вроде как, ну, раскраска, вроде ничего это не несет. Но, с другой стороны, знаете, я ведь в каждую картину вкладываю свою душу. Я немножко даже устаю от этого. Ну, как, скажем, устаю. Оно меня так увлекает, что я чувствую, что я в нее, в эти картины что-то вкладываю, то есть вот какую-то часть себя. Почему мне очень-очень больно. Вот все, кто, как говорится, кто рисует, они знают, вот кто, даже такие картины, как, ну, по номерам, допустим, какие-то вот эти алмазные вышибки делают. Их очень больно с ними расставаться. Прямо, знаете, какая-то душевная боль. Мне вот нужно эту картину будет отдать на следующей неделе. А у меня прямо, знаете, мне, как я ее, как от сердца кусочек отрываю. То есть она настолько у меня, ну, как сказать, срослась со мной. Вот. Мне прям все картины жалко. Представляете? Вот я смотрю на них и думаю, вот дочка приедет, тоже что-нибудь заберет. И мне прям жалко. В общем, короче говоря, оставить их уже и некуда. Мне их просто уже много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятую я рисую. Вот. Десятая картина уже у меня. И десятая картина, и две, три, три уже алмазные вышибки. Одну вам еще не показывала алмазную вышибку. Она у меня, потому что еще не в рамке. Я еще в рамку не поставила. А, ну нет, я обманула, у меня больше картин. Десятая, шесть, семь, восемь, девять, десятая. Нет, одиннадцатая я рисую. У меня еще есть картины в китайско-японском, так скажем, стиле. Одну я нарисовала сегодня. Практически ее закончила. Нужно только теперь рамку, ну как бы на холст прибить на рамку. Вот. Рамку еще не купила. Еще туда не прибил мне Жан-Люк. Когда уже закончу, я вам покажу. Ну, она такая проще, простенькая довольно-таки. Но, опять-таки, интересная, на мой взгляд. Вот. Их у меня три будет целых. Вот такое вот. Вот чем я тут и занимаюсь. Ну, это вот так. Такое у меня увлечение. Так, это о моем увлечении. Дальше, знаете, ну, спасибо вам опять же большое за ваши комментарии. Все, что вы там мне написали. Что я вчера вам рассказывала о жилье во Франции. Так, вопрос был. Ответы я вам дала на мой, на ваш вопрос. Знаете, ничего плохого сказать не могу. Могу только пояснить. Ну, там вроде был один комментарий. Ну, вроде как это, ну, что-то за ерунда такая, что там вот люди заселяются, не могут выгнать. Я еще потом уточнила уже. Люка, думаю, еще раз уточню. Хотя до того, как вам дать рассказать об этом. Я уточняла у него, ну, спрашивала. Он же француз, в конце концов, всю свою жизнь здесь прожил. Да есть, говорит, такие, говорит, случаи. Есть. Он говорит, я могу, говорит, сколько угодно набросать их из интернета даже. Люди пишут, жалуются. Их, говорит, очень много. Я говорю, знаешь, просто я не встречала. Он говорит, так правильно ты тут не встречала, потому что мы в маленьких городах живем. А в больших есть такое, говорит, бывает. И очень часто, он говорит, сколько угодно видел. Люди жалуются, ну, будем, говорит, надеяться, что законы поменяются. Вот. Потому что законы, говорит, пока вот так. В пользу не людей, которые страдают, а в пользу тех, кто вот хулиганит, так скажем. Это то, что о вчерашнем видео. Я же вам рассказывала только то, что я знаю. Потому что вот какие-то рассказы вести о том, что я не знаю, я не говорю, как говорится. Рассказала я о моей соседке, вот что видела. И, кстати, она у меня, похоже, тут не одна такая, которые люди небережно относятся к тому дому, где живут. Ну, не берегут. То есть ни свое, ни жалко. Вот. Ломают и прочее. В общем, есть еще некоторые примеры у меня. Поэтому не из головы взято, что взяла где-то, придумала. Конечно же, нет. Конечно же, из опыта. У каждого у нас свой опыт. Каждый мы по-своему живем. То есть мало ли где что. И по телевизору тоже я видела эти репортажи здесь, по французскому телевидению. Просто, знаете, как-то не заостряло на этом внимание. Никогда вам об этом не рассказывала. Вопросов не было. А я как-то об этом и подзабыла. Вот как появился вопрос, получился ответ. Вот так. То есть не берусь судить. Хорошо, плохо я. Как бы не сужу я. Только то, что вижу, о том и говорю. Вот. Ну, это все как бы о жилье. Ну, а следующее у меня вот как раз вот это вот видео и комментарий, как бы там, ну, был в комментариях от Татьяны из Франции, что вроде как, ну, надо людей выбирать, с кем дружить. Ну, там как бы о моей соседке, о которой я рассказывала. Так вот, задумалась я опять-таки, знаете, уже была у меня как-то такая была тема о друзьях-товарищах, так скажем. Ну, что я вам хочу сказать. Вы знаете, я выбираю людей, с кем дружить. Я себя сейчас не обременяю такими людьми, которые мне не, ну, не симпатичны. Я, знаете, уже, видимо, возраст такой у меня достаточно взрослый, так скажем, даже очень взрослый. И сейчас я уже себе ищу друзей не количеством, как говорится, мне нужно качество. Вот. Количество уже все, больше не нужно. Ну, о соседях. Несколько слов скажу о соседях. Да, у нас вот тут сосед тоже, я вам тоже рассказывала, жаловалась на него. Француз есть очень такой, знаете, странный мужчина. Вот Жальюк у меня из тех людей, которые могут конфликтовать. Я бы вот лично я, жила бы я одна, вот, или, допустим, уже Люк бы не принимал в этом какого-то участия. Я бы ни с кем не ругалась. Я бы и с ним-то ругаться не стала, и в полицию бы точно не пошла. Вот у меня Жальюк побежал. Ну, побежал, я пошла с ним. Куда деваться-то? Надо же поддерживать его все равно, как бы. Что делать? Вот. А так, чтобы вот конфликтовать, ругаться, я бы не стала. Я бы ему, может, и сказала что-то, но в такой, знаете, нормальной, корректной форме. Это от моих соседей, так скажем. А раньше мы жили, я уже тоже вам много раз рассказывала, жили мы с первым мужем, как бы уже, ну, вот выбрали место и жили. У нас был сельский замок, он так называемый в нашем регионе, это Ложе называется. Так вот, этот сельский замок, так скажем, да, сельский замок, он так в проспекте изначался, Ложе, он был выкуплен, куплен там, ну, в общем, какими-то, ну, хозяином, так скажем. Сначала одним, потом его перекупили, неважно, но дело в том, что его просто разделили, так скажем, на апартаменты, и этот вот, он стал такой, он такой длинный, Ложе, с окошечком наверху, тоже таким интересным, двухэтажным, там, третий этаж маленький такой совсем. Так вот, его разделили на много-много апартаментов, ну, достаточно больших, потому что у нас было, было, были апартаменты 120 метров квадратов, и еще были, был небольшой садик, вот, и как бы там так получилось, знаете, ну, там как на подъезды разделились, я даже не знаю, два этажа, короче, вот таким образом его разделили, и вот мы жили, с одной стороны, наши апартаменты, а с другой стороны, вот этой соседки, вот апартаменты, с которой мы оказались, как говорится, ну, на одной площадке, так скажем, нас двое было на одной площадке, и двери в двери, вот так, знаете, как бы, ну, естественно, хорошая она, нехорошая, там, допустим, вот, склочная, несклочная, с характером, не с характером, я с ней конфликтовать не хотела, ну, с соседями конфликтовать, представляете, вот, нос к носу тут сталкиваться все время, мне эти конфликты не нужно, естественно, я ее старалась избегать, но она такая навязчивая, знаете, была ужасная, она и есть там, она там живет, вот, представляете, иногда у меня, мы о чем-то разговариваем, там, с мужем еще что-то, ну, с моим французским первым мужем, и вот он мне говорит, я говорю, чего это, он говорит, он тихонечко подкрадется иногда, видимо, услышит что-то, подкрадется к входной двери, и так резко ее распахивает, и вот, вы знаете, всякий раз, когда он это делал, она стояла там, вот, ухом прижавшись к нашей двери, вот, вот такая, вот такой человек, подслушивала под дверями, ну, вот, вот, куда деваться, вот, но тем не менее, я старалась с ней не портить отношения, она иногда придет, вот, кофе можно у тебя попить, я уж что-нибудь прибираюсь, я говорю, слушай, у меня сейчас вот времени нет с тобой заниматься, ну, дай мне кофе, ну, вот, попьем, поговорим, она одинока, ей хотелось разговаривать все время, она меня была, ну, чуть-чуть помладше, ну, буквально, ну, может, несколько месяцев, вот, как бы мы с ни одного возраста, и вот она, вот, каждый раз она, вот, приходила, вот, я уж потом дверь стала закрывать, чтобы ее не пускать, вот, но, с другой стороны, я понимала, что если с этим человеком быть врагами, она будет какие-то козни, пакости делать, то есть, ну, понятное дело, что вот такой человек, естественно, ну, что я буду, как говорится, ну, вот так вот, поэтому и к ней тоже, знаете, редко, но, редко, но приходилось и мне приходить, и моей подруге французской, тогда у меня Сильвия с другой стороны жила, это с этой стороны, короче говоря, время от времени мы встречались, потому что, ну, она очень навязчивый человек, вот такой вот, старались с ней не конфликтовать, потому что, мало ли, она еще и инвалид, так скажем, детства, короче говоря, не знаю, что у нее, видимо, не в порядке что-то с ней, короче говоря, ну, не знаю, вот, не то, что она нормальная, вроде разговаривала, все, но тоже странности это в ней, конечно, были, так вот так вот, я хочу сказать, что с людьми-то я стараюсь, во всяком случае, с соседями не ругаться, вообще, я стараюсь с людьми не ругаться, ругаюсь только, ну, как ругаюсь, говорю только тем, когда уже совсем люди становятся наглыми, вот, это вот о моих соседях, так скажем, а сейчас, вот, знаете, я когда уже тоже рассказывала, Франсу приехала, естественно, ни друзей никого у меня не было здесь, я одна одинешенька, ну, муж, да я, вот, ни детей, никого моих не было, в общем, совсем одна я здесь была, и, естественно, как я уже рассказывала, пошла я на специальные такие сайты знакомств с подругами, сайт знакомств для поиска друзей, вот, ну, и я вот так вот потихонечку стала находить русскоязычных друзей, так скажем, набралось их много очень у меня, знаете, тут как бы очень много было, и мы вот встречались, и всякие делали праздники вместе, и, в общем, друг к другу ходили каждую неделю, каждую неделю с кем-нибудь встречались, или ко мне приходили, я приходила, то есть, ну, как вы понимаете, если к кому-то пришел, нужно обязательно другого человека пригласить, и потом он опять тебя приглашает, и вот так все время мы и ходили, все время, вот, но со временем, конечно, сначала это интересно, а потом начинаешь человека узнавать все больше, больше и больше, и вдруг начинаешь понимать, что это совершенно не твой человек, вот, не все люди, мы не все подходим друг к другу, и вот потихонечку, конечно, с какими-то, знаете, с годами вот это все, дружба-то как бы, ну, стала все, в общем-то, распадаться, так скажем, вот. Вот. Сначала, я помню, их всех тоже организовывала, ну, пикники, ну, как организовывала, я им клич дам, давайте все быстрее встречаться будем там, а потом как-то, знаете, у меня такой период наступил, вот, когда у меня как раз вот с мужем-то проблемы начались, ну, что нужно было, а, в общем-то, уходить и прочее. Естественно, я это дело-то уже все это у меня как-то уже не стало, так, как бы, ну, не то, чтобы контролировать, как-то уже организовывать не было времени, ну, и все, в общем-то, распались, а потом все сами по себе и распались, короче говоря, вот так. Ну, а друзья, конечно, знаете, сейчас все больше и больше, я сказала, раньше-то как-то за качеством, нет, за количеством гналась, ну, в каком смысле, думаю, как хорошо. Я ведь, знаете, как бы тоже по наивности своей, так скажем, думала, как хорошо, если мы тут все объединимся, русскоговорящие, будем все дружненько жить, если у нас что-то случится, какие-то проблемы, мы же в другой стране, как говорится, вот, у нас язык есть, мы друг другу поможем, там все это, как, даже словом поможем, и даже мало ли что-то нужно друг другу помочь. Ну, я так думала, мне так казалось, мне казалось так правильнее, вот, но на деле оказалось все по-другому, люди все, мы разные, у всех разные цели, и у всех разные задачи, кто как это все расценивает, как это все понимает, ну, и, короче говоря, потихонечку мы все распались. Вот, остались уж совсем у меня таких подруг-то, пожалуй, очень-то хороших, это, наверное, из русскоговорящих одна всего женщина вот осталась, которой мы время от времени с ними встречаемся. Ну, и, пожалуй, и все, потому что вот так вот, остальные у меня сейчас друзья больше стали виртуальные, то есть есть люди, с которыми я прямо, знаете, с большим удовольствием общаюсь по интернету, у меня прямо это доставляет мне удовольствие, вот, потому что, знаете, я так чувствую, когда общаюсь, что это люди на одной волне со мной, я, конечно, очень жалею, что вот они далеко от меня, вот, есть такие, которые очень далеко от меня, я очень, как бы, ну, не то, чтобы я, как это сказать, сожалею, не то, чтобы я сожалею, но иногда тоже я думаю, думаю, блин, как хорошо было бы, если бы они были близко здесь, мы могли бы встречаться, мы могли бы организовывать что-то, но, к сожалению, вот так оно так. Хотя, спасибо большое интернету, так скажем, за то, что хотя бы я могу общаться вот с приятными, и мне дается возможность такая, живя вот во Франции, но общаться по всему практически миру, с другими странами, где живут такие прекрасные, хорошие люди, вот, поэтому вот так вот. Друзей, а друзей сейчас действительно я очень стала тщательно выбирать, в том плане, что... Да их мало сейчас у меня, очень мало таких вот реальных друзей, у меня, я, как уже сказала, наверное, только один человек уже, наверное, остался, потому что такой реальный, с которым мы встречаемся, потому как я стала качество, качество ценю сейчас в людях, мне не нужно больше количества. Вот я и так же здесь тоже у себя, на моем, как говорится, канале, я не гонюсь за количеством, я сама себе сказала, не надо мне, чтобы вот, знаете, каких-то плохих людей здесь, чтобы они мне что-то писали, что-то меня тут ругали, ну, их держать. Нет, не надо, я себе сказала, я свои нервы буду беречь, я буду нервы беречь людей, которые мне нравятся, то есть всех, кто, вот, знаете, ну, кто раздражает меня и кто меня, значит, раздражает других людей, всех и блокировать, и удалять буду, так что постучу по дереву, пока их, слава богу, и нету, вот. И то, что, как бы он не печалит меня, и то, что у меня и подписчиков, так это, знаете, ну, скромненько, так скажем, меня это абсолютно нисколько не печалит и даже радует, потому что, наверное, знаете, мне так кажется, меня смотрят те люди, которые близкие мне по духу, близкие, ну, по моим мыслям, по моим, как говорится, ну, возможно, такого же, такие же люди любят то, что люблю я, и это, слава богу, и очень хорошо, вот, и не надо мне тех, которые не, ну, не в ритме со мной, вот, не в моем ритме, не в моем, как говорится, ну, не на моей волне, короче говоря, вот, мне нужны люди, которые на моей волне, которые смотрят моими глазами, которые, ну, как, как я, то есть в ту сторону, куда смотрю я, скажем так, вот, конечно, это не обязательно, что вы должны там, ну, люди, которые меня смотрят и которые мы, которые, допустим, я интересна, не обязательно они должны думать, как я, естественно, нет, но если нормально, что-то пишем друг другу, там, спрашиваем, общаемся, как, знаете, как в любом обществе, как вот в любой дружбе, как в любом, я даже вот со своей подругой, про которую я вам сейчас сказала, вот, моя подруга, которая здесь осталась русскоязычная, как-то мы с ней общаемся, разговариваем на все темы, находим какие-то общие, что-то, допустим, у нас с ней в чем-то сходимся, в чем-то, и, может быть, она не согласна, но это так все мирно, и как-то я выслушиваю, и мне все-таки нравится, тут та манера, в которой она мне это все рассказывает, там что-то, то есть даже, знаете, незаметно, и никаких обид у нас нету, то есть вот такое общение, оно очень-очень приятно, от людей, которых, знаете, бывает, вот пригласишь человека, да, ну, и потом от него устаешь, и несколько дней, я вот замечала за собой, несколько дней потом не можешь прийти в себя, то есть он из тебя всю энергию, как говорится, заберет все, и, знаете, потом приходится, мне на самом деле приходилось несколько дней восстанавливаться, я хотела спать, я уставала, я потом думаю, зачем мне такие друзья нужны, так скажем, друзья, которые вот так, знаете, меня полностью опустошают, или с которыми нужно быть осторожными, разговаривать на каких-то, знаете, осторожничать, то есть нельзя высказать то, что ты думаешь, в общем, потому что они обидчивые, или потому что они агрессивные, или там еще что-то, и такие у меня бывали, что скажешь что-нибудь не так, они не так поймут, или не так подумают, и такая агрессия прямо от них идет, господи, думаешь, зачем это надо, зачем таких друзей, вот, поэтому мне очень-то легко сейчас живется, когда у меня, я все меньше и меньше, как я уже сказала, о реальной жизни, стала общаться, ну, меньше ограничивать себя от плохих людей, ну, ладно, на этом буду заканчивать, потому что видео у меня получается опять длинное, как мне сказали, ну, рассказывать то, что я хочу, не торопиться, конечно, знаете, я понимаю, что тоже какие-то такие пространные, длинные рассуждения делать, я все это понимаю, они утомительные, но иногда мне хочется побыстрее что-то сказать, иногда у меня, знаете, знаете, как у меня бывает, вот у меня иногда что-то так, как из сердца какие-то вот рассказы прямо идут, вот все, что я вам рассказываю, идет из сердца, а иногда, знаете, я ищу слова, я путаюсь, я, вот, бывает и такое, ну, вот, не знаю, у меня так бывает, кстати сказать, и с французским языком, иногда я спокойно могу общаться на французском языке с людьми, абсолютно не задумываясь, а иногда у меня, знаете, как ступор какой-то, я два слова связать не могу, вот тоже бывает такое, какая-то блокировка в мозгу у меня, раз, заблокирует меня, и вот что-то со мной такое вот происходит, а может, это со всеми, у всех людей бывает, у меня Даша Люк тоже что-нибудь спросит, а я ему не в попад отвечу, он говорит, ты где, говорит, а я на самом деле, я говорю, слушай, я на самом деле не здесь, я говорю, там, в мыслях где-то что-то там туда ушла или туда, об этом, вот об этом, о чем ты, говорит, думаешь? Я говорю, об этом или об этом думаю, и, в общем, короче говоря, бывает и такое у меня, ой, короче говоря, вот такие вот дела. Ну ладно, всех вас целую и обнимаю, приятных вам сновидений, приятной вам ночи, и доброго утра для тех, кто будет пить со мной, ну, с моим видео, во всяком случае, кофе. Пока-пока, до завтра.